Танцовая музыка Я люблю всех! Стефани! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Знаете, мне сказали, Стефани, я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Мне сказали, мы тебе дадим выступить в конце, в последний день. Это очень важная часть. Если честно, я такая нервная, у меня голоса нет. И плюс я еще на высоких каблуках. Югки-палки, у меня лабутаны, у меня так ноги болят. Я, по-моему, их создалась круг. Я так устала. Это были невероятные выходные. Это был невероятный ухенд, полный любви. Я права? Ой, я ошиблась. Я так тронута этими выходными. Я из Милана. Я из этого города. Когда я начинала сетевом маркетинге, вокруг меня было только три человека. Мы снимали маленькую комнату в отеле «Милиа». 200 евро я тратила на аренду этого зала. Никто не приходил. Три человека. Возможно, приходили, иногда не приходили. Но сегодня экспо в моем городе. И вас столько. Я вам очень благодарна. Вы меня так впечатлили. Как видите, это практически мой диплом. Я получаю диплом университета. Я мечтала построить свой бизнес. Мы с мужем встретились, когда она была 15 лет. Мы решили пожелиться. Сразу после свадьбы. Мой сын, интеллектный Джулио. Он был у меня в животе. Я беременна. Я все время болела. Меня тошнила. Я не могла пойти работать. В общем-то, мы жили в то время в Майами. И родителей не было рядом. Я решила, что я буду бороться в одиночку. Мой муж получил хорошую карьеру. Потом мы поехали в Лондон. Там родился еще один ребенок. Потом поехали в Португалию. Там родился еще один ребенок. И я была бабочкой. Я потеряла свою мечту. Я мечтала стать бизнес-женщиной. Все изменилось. Я стала моим. И для меня это стало приоритетом. Но где-то внутри, я думаю, пусть это будет жертва. Хорошо, я отброшу все свои сомнения. И я буду лучшей мамой. И лучшей женой. К сожалению, семья распалась по разным причинам. Но все мои мечты и причины этой мамы в моей жизни были полностью разрушены. Потому что я чувствовал, что твоя семья разрушилась. И я была не прекрасной, не идеальной женой, не идеальной матерью. И передо мной был выбор. Либо я буду плакать. Либо я возьму себя в руки. Я не приняла решение, когда я начала сетевой маркетинг. Я не верила в сетевой маркетинг. Я в Варшаве была на одном из сетев. И я пообещала себе, да. Я приморщик. Я услышала бриллиантов на сцене. Я сказала себе, если они это смогут сделать, чем они отличаются от меня, я тоже могу это сделать. Поэтому я бросила свою боль. Превратила эту боль в мощь. Я стала супер-мамой. Я и мои мальчики, мы спали в одной кровати целый год. Четыре человека в одной кровати. Особенно парни, активные парни. Иногда я скучаю по тем временам. Они мне говорят, я все время сидела в телефоне и не могла никак отключить звук. И они все время слушали вот этот тик-тик-тик, когда вы пишете. Они мне говорят, вспоминают, когда это была колыбельная. Не слышали эти звуки. Я просто не сильно технологична и не знала, как отключить звук в телефоне. Вы знаете, я вчера чуть не расплакалась. Мы вместе с моими мальчиками проживали вот эти времена. Они были со мной. Они ели сэндвичи из нутеллы, потому что я не успевала готовить. И они оставались в одиночку, потому что я работаю. И они доверяли мне. Они верили. И они верят и сейчас. Они гордятся мной. Вчера видели, какой у меня сынок? Какую речь он толкнул? Я думаю, что мы скоро уйдем на пенсию. Мы действительно не будем бросать сети в маркетинг, мы будем продолжать. И я до сих пор сети. Логично. Иногда проблемы остаются в наших головах. Наш мозг заставляет нас избегать опасности, не идти на риск. Очень часто вы не идете на риск, вы не принимаете решения, вы не говорите с людьми, потому что вы боитесь, что они скажут вам нет. Кто из вас хочет обратиться к человеку про сетевый маркетинг, рассказать на вечеринке, но вы боитесь, потому что вас начнут критиковать, вам скажут нет, пошлют вас далеко. И никто не любит эти отказы. Я вам расскажу очень интересную историю. Скотт Льюис говорит о страсти, о предназначении. И сегодня на этой фотографии можете меня увидеть, что очень важно здесь. Где эти фотографии показывают надежду. Необходимо понять. В худшие дни моей жизни, утром, я отправляла Келвина и Дэниел, бизнесменом, который надеялся стать успешным. И он потом сказал нам нет. И потом мы пришли на встречу, которая провалилась. Никто не хотел нас слушать. Курили, пили, никто не подписался и ничего не произошло. Я помню, что я вечером вернулась домой. Вернулась в эту кровать. У меня были дети там. Мне казалось, что я в депрессии. Вы представляете, да, насколько это все? Я лежала и думала, уходи из этого бизнеса. Ничего не получается. Какие-то двойные бриллианты. Какая-то ерунда. Ты просто лудер, говорила я себе. День был настолько плохой. И я решила все. Я выхожу. И я плакала. Я проклакала в подушку все вместе. Но с того момента. Истинная история. С этого момента, с этой ночи, когда я решила уйти, появились еще два бриллианта в команде. Я, двойной бриллиант, благодаря тому дню. Знаете, сколько времени прошло? Три с половиной года. Три с половиной года. Я хочу, чтобы вы все знали, если вы хотите уйти через три недели, через три месяца, даже через три года, вы никогда не узнаете, станете ли вы бриллиантом или нет. В жизни. Либо вы растете, либо вы умираете. Я никогда не думала, что раздусь, что меня бросят. Это было худшее в моей жизни. Вы мне дали второй шанс. И встретила Даниил Фаера, который предложил мне руку и сердце через год после нашей встречи. Но мы должны видеть, что в жизни, когда встречаются страстные вещи, есть всегда надежда. Я оптимист. Я вижу наполовину полный стакан. Почему я верю в результаты? Почему я верю в успех? Потому что я проста. В радуге семь цветов. Посмотрите на работу Микеладжело. Посмотрите, что он сделал с семью цветами. Какую красоту он создал. У нас всего семь нот. А что делают сегодня наши композиторы с нашими нотами? И у нас всего десять пальцев. И когда я насмотрю мой офис, я обожаю эти руки, я обожаю эти пальцы. Джанес – это простая компания. У нас восемь шагов, у нас восемь статусов. Повторяйте для себя каждый день то, что вам говорят. Простые шаги. Восемь шагов. Джанес. Теперь я вам покажу, что было на втором моем мероприятии. Я приехала в Берлин. Если у вас больше одиннадцати человек, собирается на встречах больше одиннадцати человек, значит, вы были успешнее. Три с половиной года назад одиннадцать с половиной человек. Кельвин, спасибо тебе за поддержку. Из одиннадцати человек шесть ушли. Кто-то сразу. Кто-то позже. Но из пяти оставшихся, я могу всем доказать. Один бриллиант. Один изумруд. Один рубин. Один сапфиролит. И один сапфир. Тридцать процентов от бриллианта и изумруда. Вы думаете, что... Разве это не причина остаться? Разве это не причина бороться? Вас больше, чем одиннадцати. Это уже очевидно. И как случилось со мной, как же случится и с вами. Вы придете к успеху. Если у вас нет этой причины, идите со страстью. Моя страсть делать другими. Когда я была просто мамочкой, любила наблюдать за успехом других. И люди чувствовали это. И когда вы в это верите, действительно заботитесь о людях, меняйте их в моей жизни. Автоматически ваша жизнь изменится. Я чувствовала себя немного, когда смотрела на свою зарплату. Я не делала какую-то важную работу. Я не сердечный хирург. Я изменяю жизни людей благодаря ЖНС. Каждый день. У меня опять слайды меняются. Что вы хотите сделать завтра, когда увидите отсюда? Какие ваши мечты, амбиции? Что вы делаете? Для чего вы живете? Найдите вашу страсть. И вы найдете ваше предназначение. Когда я начинала эту работу, я просто хотела выжить. Я хотела заработать денег для детей. Но потом я поняла, что мне нравится признание. Когда вас предали, когда вы чувствуете себя идёткой, ваша самооценка падает. Конечно же, мне не нравится внимание, мне нравится успех. Но знаете, в чём красота этого? Я знаю, чем дальше я иду, путешествую по миру, даю надежду, изменяю жизни людей, я влияю на кого-то, я изменяю жизнь. Это такое удовлетворение, такая цель жизни. Именно цель жизни создает вам счастье, делать вас счастливым. Мы должны идти дальше. Это бизнес, где необходимо передавать знания. Всё, что вы знаете, всё, что вы видите, всё, что вы умеете, передавайте своим командам. Пусть это будет последний день моей карьеры. Главное – изменить жизнь у людей. Будьте благодарны, даже если вы не достигли тех мечт, которые вы для себя поставили. Спасибо вам, ребята! Спасибо Италию! Спасибо Италию! Спасибо Италию! Спасибо Италию!